Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Как узнать, слышит ли Бог наши молитвы? Доходят ли они до Него? Если вы имеете правильное понятие о Боге, то у вас этот вопрос отпадет сам собой. Бог вездесущ, Бог вечен, Бог ничем не ограничен, Бог сердцеведец, поэтому еще и невысказанные наши сердечные расположения, может быть, даже еще не вполне оформленные даже в мысли, не только в слова, уже Богу ведомы. Поэтому сомневаться в том, что Бог все слышит, все видит, даже в помыслах ваших, в глубине сердца происходящие, крайне неблагоразумно. Но, наверное, вы вкладываете в этот вопрос ожидание исполнения ваших прошений. И если бы Бог услышал, то Он бы исполнил, хотите сказать вы, а в связи с его неисполнением, кажется вам, что Он глух, как писал один из режиссеров периода итальянского неореализма, один из его основоположников, чуждой вере Христовой. Но также от меня далек, я не смеюсь и не рыдаю, Христос которого не знаю и полюбить не смог. Или один итальянский знаменитый европейский писатель завершает свой всемирно известный роман «Имя Роза», словами о существовании человека под высокими и пустыми небесами. Нет ощущения услышанности, нет исполнения того, что человек высылал, адресуя на небо, не получил на земле того, что поручал исполнить хозяину жизни. Но опытные говорят, что Бог не исполняет что-либо из запрошенного у Него по трем причинам. Первое — неполезно. Во-вторых, полезно, но не сейчас. И в-третьих, Господь приготовил для нас нечто лучшее, о чем мы пока не имеем никакого понятия. Наши прошения исходят из сердца помраченного, из сердца поврежденного грехом. Мы ищем для себя очень часто не столько полезного, сколько приятного. Господь не торопится исполнять то, что принесет нам вред, так же, как и родитель безумен, если всякий каприз неразумного детяти торопится исполнить. Потому и ждать всегдашней от Бога реакции положительной на всякое свое прошение, великое безрассудство. Господь научил нас молиться одними из главнейших слов молитвы Господней является доверие Богу исполнять или не исполнять то, что мы просим у Него. «Да будет, Господи, воля Твоя, як у на небеси и на земли». Мы и хлеб насущный просим, и о победе над искушениями, и об избежании сетей вражьих. Но то, что подлинно бывает, нас питает, подает Господь еще прежде нашего прошения об этом. И хоть и повелевает апостол и молиться непрестанно, и за все благодарить, хоть и Сам Господь убеждает нас в том, что знает Господь прежде нашего прошения о том, что нам полезно и необходимо, просит от нас только искать прежде Царство Божие и правды Его, благонадежно обещая, что все остальное будет подано нам вдобавок, в довесок к тому главному, что надлежит нам просить, о чем надлежит нам просить, что чаять от щедроподателя Бога. Потому и не слышит Господь многих наших прошений, что по свидетельству Иоанна Златоуста, поставленный пред царем для награды, и тот, кому предложено просить царской милости, если попросит вместо этого горсточку навоза, будет с позором изгнан от лица царя, а не получит того, что желал бы. Так увещевает Иоанн Златоуст, не просить Бога усердно, со слезами, о земном, о скоропроходящем, а иногда и о вредном, ибо проходит образ мира сего, говорит апостол Павел. И вот имеющие что-либо в веки всем должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся. Надлежит быть устремленным к той вечности блаженной, которая уготована Богом для любящих Его. Очевидно, окруженные различными заботами и попечениями, привязанные любовью и предметом земным, и к лицам, любезным нашему сердцу, мы не можем оставить молитву о благоденствии их, о успехах наших земных трудов, о хлебе насущном, без которого невозможно продолжение жизни нашей. Но при этом надлежит доверять исполнению своей молитвы благому промыслу Божьему, тому самому всемогущему Божьему всеведению и всемогуществу, которое нисходит свыше и обеспечивает, определяет пути жизни человека. От Господа пути человеку исправляются. И для человека самым важным делом жизни является устроение путей своего сердца ко Господу. Внешне же во многом учимся мы у святых отцов, учимся мы от священного писания, доверять Богу и не слишком по этому поводу переживать. Тогда как пути складываются не как нам бы хотелось, а по воле Божьей. Принимающий волю Божью, как свою, оказывается всегда счастлив, достоблажен и благоустроен и к вечному блаженству. Продолжение следует...